В эфире ЛРТ программа «Итоги недели». Я Наталья Кратович. Здравствуйте. Коротко о главных событиях прошедших дней. Защита для медиков. Люберецкие предприятия участвуют в акции «Благотворительные рейсы». В Краскове к середине мая откроют новое инфекционное отделение. Какие предприятия нарушают режим изоляции? Специальная комиссия провела рейд среди автосервисов. Торговые объекты под присмотром. Что на полках магазинов и сколько это стоит сегодня? В режиме повышенной готовности продолжают свою работу все службы и ведомства городского округа Люберца. Очередная неделя началась с заседания оперативного штаба. Посредством видеоконференции участники встречи обсудили все текущие вопросы. Подробности далее. Понятно, что жители устали от этой самоизоляции, устали от всего, что происходит. Но тем не менее, чтобы нам каким-то образом раньше приступить к той нормальной, обыденной жизни, что она была до этого вируса, понятно, что сегодня эти самоограничения должны работать в полную силу. Набраться терпения и переждать власти округа в очередной раз призывают соблюдать режим самоизоляции. Это касается не только жителей, но и владельцев предприятий, которые временно лишены права осуществлять свою деятельность. Личный состав на всех транспортах совместно с администрацией, с дружиной проводим проверки. И то, что сказал губернатор, что ваши требования предупреждают личный состав на профилактике данной эпидемии. Плановые ремонтные работы коммунальщики оставили на потом. Сейчас их обязанность – ежедневная дезинфекция мест общего пользования в МКД. Обращения, поступающие от жителей округа, находятся под контролем управления ЖКХ. По всем обращениям осуществляются выездные проверки и предпринимаются меры по их устранению. С 11 апреля 2020 года ведется статистика. Как вы видите на экране, динамика положительная. Ни на день не останавливается работа по благоустройству округа. Сотрудники управляющих организаций приводят в порядок городские и дворовые территории. На прошлой неделе с несанкционированных свалок вывезено более 150 кубометров мусора. В ежедневном режиме проводятся работы по дезинфекционной обработке детских игровых и спортивных площадок. Сто процентным объемом. Эпидемия коронавируса внесла коррективы в работу всех управлений. Дорожное хозяйство не стало исключением. Ежедневно места наибольшего скопления людей подвергаются дезинфекции. А на остановках общественного транспорта – социальная разметка. Луизия Егязарян, Валерия Псалямов, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. В режиме онлайн продолжают свою работу люберецкие народные избранники. В администрации прошло заседание Совета депутатов. На повестке дня были три вопроса. На дистанционной встрече депутаты обсудили дополнительные меры поддержки бизнес-сообщества в сложившихся условиях. А именно, уплату налогов в 2020 году юрлицами и предпринимателями городского округа. На заседании Совета депутатов представлены два проекта решения. О предоставлении льгот по уплате земельного налога и уплате отсрочек. Предполагает освобождение от уплаты земельного налога юридические лица, которые предоставили льготы по уплате арендных платежей арендаторам на сумму более 50%. А также отсрочки по уплате земельного налога в случае предоставления льгот по уплате арендаторами менее 50%. Предложено освободить от уплаты земельного налога государственные и бюджетные учреждения, работающие с новейшей инфекцией. Решение народные избранники поддержали единогласно. Еще один вопрос на повестке – исполнение бюджета округа за 2019 год. По расходам бюджет исполнен в сумме 10,6 миллиардов рублей, что составляет 97,5% к убежденному плану по расходам. По итогам исполнения бюджета сложился профицит в сумме 14,3 миллиона рублей. Все основные программы, которые финансируются из бюджета нашего округа, исполнены либо на 100%, либо более 95%. Но об этом и говорит тот факт, что бюджет сложился с профицитом. Также на Совете депутатов внесли изменения в порядок арендной платы за пользование земельными участками, которые находятся в собственности Люберецкого округа. Анна Троян, Валерий Абсалямов, телеканал ЛРТ. Удовлетворительное. Так оценивают состояние заразившихся медиков Люберецкой областной больницы. Все они сейчас находятся в изоляции, а медучреждение продезинфицировано. Под личный контроль ситуацию взяла министр здравоохранения Московской области. Светлана Стригункова проверила работу медучреждения и встретилась с коллективом. В 20 дней хотя бы, чтобы все медики сдавали анализ. После случаев заражения коронавирусом в больнице, главный врач еще пристальнее должен следить за тестированием сотрудников. Такое распоряжение при встрече с Люберецкими медиками дала министр здравоохранения региона. После проведенной проверки в учреждении, Светлана Стригункова удостоверилась. В стационарах и поликлинических отделениях Люберецкой областной больницы достаточно средств защиты и лекарств. Во время визита также выяснили причины заражения 60 сотрудников. Необходимо было разобраться, понять проблему, почему это произошло, что не хватало, что нам нужно исправить, как эту проблему решить. Выявили мы причину, потому что появились анализы у больных, которые изначально не были больны COVID-19, но после выявления произошло заражение медицинского персонала. Весь медицинский персонал сейчас изолирован. Частично в амбулаторном звене он лечится, частично в госпитализированной больнице. Состояние у всех нормальное. На встрече с медиками Светлана Стригункова разработала план дальнейших действий для недопущения подобных ситуаций. Кроме регулярного контроля мазков, еще один строгий наказ медработникам. Все врачи не только в стационарах, но и те, кто ездит домой к пациентам, должны быть снабжены средствами индивидуальной защиты. Руководитель регионального Минздрава проговорила обязательные меры из инструкции безопасности, а также ответила на вопросы люберецких врачей, касающиеся работы медперсонала в условиях сильной загруженности. Болеют не только пациенты, но и наш персонал. Поэтому мы работаем малым составом, но стараемся оказать помощь в полном объеме. И, конечно, мы довольны этим вниманием, которое нам оказано. На сегодня мы имеем все средства индивидуальной защиты. На сегодня мы имеем все средства лечения наших профильных больных. Мы имеем возможность госпитализировать тяжелые формы течения этого заболевания. Обсудили также и работу поликлиник. В Люберцах, как и везде, они закрыты на плановый прием. Однако врачи продолжают работать. В экстренных случаях они принимают больных, остронуждающихся в помощи. На терапевтов самая большая нагрузка. В помощь им профильные специалисты. То, что мы отсекли посещение большой поликлиник, сыграло большую роль в уменьшении распространения коронавируса среди работников здравоохранения. А в основном мы сейчас занимаемся наблюдением больных, которые находятся на дому с ОРЗ, с пневмонией носителей коронавируса. Вышло постановление, что все должны сидеть дома. Поэтому при любом недомогании, при появлении симптомов ОРЗ, определенных кашля, повышении температуры, больные вызывают врача на обру. Ампулаторная служба теперь обслуживает неотложные вызовы ежедневно с 8 до 22.00, без выходных и праздничных дней. Анна Троян, Валерия Абсалямов, телеканал ЛРТ. Свой профессиональный праздник, не отходя от рабочего места, отметили врачи скорой помощи. Министерство промышленности и торговли Российской Федерации передало врачам региона 16 реанимационных машин, оснащенных аппаратами ИВЛ. Такой ценный автомобиль теперь есть и у Люберецкой центральной подстанции. Кроме жизненно важных сегодня подарков, нашим врачам достались поздравления почетных гостей. Алексей Сульдин, как и другие врачи скорой помощи, универсальный солдат. Всегда придет на помощь. За 13 лет пришлось и роды принимать, и принимать молниеносные решения, от которых зависит жизнь пациента. Сегодня руководителю Люберецкого подразделения приходится еще и ежедневно поддерживать каждого подчиненного. Работа такая. Порой мы не знаем, куда едем и что там. Уже нет консилиума. Остаешься с пациентом фактически один на один. Бывали моменты, конечно, определенная усталость есть, но это кратковременно. Возвращает то, что всегда думаю, что я буду полезен людям. Будут спасены жизни, независимо, сколько это будет. Либо одна жизнь, либо сто. С профессиональным праздником врачей с большой буквы поздравил глава округа Владимир Ружицкий и заместитель председателя комитета по охране здоровья Госдумы России Наталья Санина. Она и сама медик с огромным стажем. О работе скорой знает не понаслышке. Это одна из основных, одна из очень важных подстанций оказания помощи. И если эта подстанция работала раньше только на Люберецкий район, то сегодня задача у подстанции море. Это много районов, это большой серьезный труд. Нужно отдать должное, что сегодня сотрудники скорой помощи, и в частности Люберецкого района, делают максимально возможное все для того, чтобы спасти как можно больше людей. Сегодня на Люберецкой подстанции скорой помощи трудится 22 бригады медиков. В округе работают три крупных подразделения и два поста. Анна Троян, Валерий Абсалямов, телеканал ЛРТ. Красковское подразделение Люберецкой областной больницы ждет новая судьба. Центральный корпус полностью переоснастят. К середине мая здесь заработает современная инфекционная больница. Работы по модернизации кипят ежедневно. 800 строителей в несколько смен превращают обычную больницу в высокотехнологичную клинику для более 360 пациентов. 100 мест отведут реанимации для больных в тяжелом состоянии, которым требуется аппарат искусственной вентиляции легких. Вы современная больница со всеми нормативами, которые касаются инфекционной больницы. В любом случае человек победит этот вирус. Но больница, она останется современная, хорошая больница. И когда все это пройдет, больница вернется к своему прежнему функционалу. По распоряжению губернатора Красковское подразделение готовится к полному перепрофилированию. Финансируется из бюджета Московской области. Его курируют на региональном уровне. Ведь перезагрузить больницу в кратчайшие сроки сегодня жизненно важно. Количество заболевших с каждым днем растет. Больницы, по сути, заполнены до предела. Наши врачи работают, я сегодня хотел бы еще раз сказать слова благодарности нашим врачам, потому что они реально работают на износ. Завершить модернизацию третьего стационара Люберецкой областной больницы планируют в середине мая. Анна Троян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. Перепрофилирование Красковской больницы продолжается. Совсем скоро лечебное учреждение станет инфекционным стационаром для лечения больных COVID-19. Об этапах работы и сроках завершения наш следующий сюжет. В круглосуточном режиме и ускоренными темпами работы по перезагрузке Красковской больницы не останавливаются ни на минуту. Каждый день на объекте трудится порядка 1200 рабочих. Здесь проводятся работы по ремонту здания, ремонт стен, потолков, пола, замена всех существующих коммуникаций, отопления, водоснабжения, канализация. Соответственно, электрическая часть меняется полностью вместе с подводными кабельными линиями подходящими. Более 360 коек с кислородом, оборудованных по стандарту COVID-19. Сто реанимационных мест с аппаратами искусственной вентиляции лёгких и кабинет компьютерной томографии. Таков будет арсенал будущего инфекционного стационара. Первых пациентов он должен принять уже в середине мая. Мы ставим задачу 9-10 мая завершить всё строительство. Понятно, что после строительства необходимо будет эти палаты подготовить. Это как после любой стройки. Это нужно будет всё вычистить, вымыть, занести новое оборудование, расставить новое оборудование, подключить это оборудование. Тем временем в Люберцах, как и во всём Подмосковье, продолжается режим самоизоляции. Власти региона призывают жителей быть бдительными и оставаться дома. Луиза Игазарян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. Маски, антисептики, защитные экраны и костюмы получили медики городского округа Люберцы. Всегда готов помочь, особенно в такое время. К добрым делам присоединяется всё больше люберчан. Очередная партия благотворительной помощи от люберецких производителей и бизнесменов, выделивших на это средства. Отсюда из распределительного пункта по запросу люберецких медучреждений развозят препараты и средства защиты медперсоналу. Благотворительную помощь медикам глава округа передал вместе с представителями бизнеса общества. Всё, что рекомендовано сейчас Минздравом, у нас в наличии есть. Теперь к арсеналу распределительного пункта добавилось более 19 тысяч масок, порядка 1900 защитных экранов для лица, 650 костюмов с бахилами, 300 противочумных костюмов, 16,5 тысяч защитных шапочек, антисептики и средства для дезинфекции помещений. Хотел бы сказать спасибо большое нашим медикам, потому что они сегодня, по сути, на фронте. У них боевые действия. Я думаю, что благодарности здесь нет предела. И с точки зрения обеспечения медицинскими препаратами, материалами, одеждой специальной для того, чтобы людей защитить от инфекции, то к этой работе подключились наши предприниматели, бизнесмены. Я сегодня благодарен целому ряду наших предприятий. Уже более 30 предприятий вышли с инициативой помочь врачам. Благотворительные рейсы доставляют коробки самым необходимым несколько раз в неделю. Главная цель сегодня – защитить здоровье и жизнь медиков. Анна Троян, Валерия Апсалямов, телеканал ЛРТ. К добрым делам присоединяются все больше предприятий городского округа. Очередной благотворительный рейс с гуманитарной помощью пополнил запасы распределительного пункта Люберецкой областной больницы. Это очень хорошо. С благодарностью все медицинские работники, думаю, выражают свою признательность. Всем, кто принял участие в оказании помощи. Бизнес-сообщество не сбавляет обороты. Поддерживает медиков округа. Очередную партию гуманитарной помощи поставили в распределительный пункт Люберецкой областной больницы. Отсюда, по запросу, лекарства и средства защиты развозят по подразделениям. Спонсор этого рейса – Люберецкое предприятие, подарившее врачам 2000 защитных комбинезонов и бахил. Это средства индивидуальной защиты, которые позволят защитить наших медиков, которые столкнулись с этой непростой ситуацией сейчас. И промышленники откликнулись, потому что важно время. Важно время, нужно быстро решить эти вопросы. Как обычно, кто-то дает хороший пример, и другие люди отзываются. Так и здесь. Сначала это было пару компаний, потом все больше и больше. Сейчас помогают медикам более 30 люберецких предприятий. Благотворительные рейсы носят регулярный характер. И Люберецкая областная больница обеспечена средствами индивидуальной защиты в полном объеме. Анна Троян, Валерий Абсалямов, телеканал ЛРТ. Встреча Владимира Ружицкого с жителями вновь прошла дистанционно. В режиме онлайн диалог с властью проводят в целях нераспространения новейшей инфекции. Люберчане задавали свои вопросы главе округа по телефону и через социальные сети. Что сейчас волнует людей, узнавала наша съемочная группа. Задача одна – оставаться дома, а если есть необходимость выходить, соблюдать все нормы и правила, которые связаны с безопасностью от данного вируса. Наша другая жизнь сменила не только формат встреч с жителями, но и вектор вопросов. Так, одни жаловались, что их подъезды не дезинфицируют. Другие в период пандемии потеряли работу и не могут записаться на прием в центр занятости. Как правильно поступить? Самый хороший выход – это зарегистрироваться на портале «Работа в России». И мы буквально через несколько дней рассмотрим его заявление. Много вопросов главе округа поступили и о тех, кому приходится вместе со школьниками дистанционно грызть гранит науки. Помимо жалоб на неудобства, волнуются родители выпускников за грядущие экзамены. Экзамены у нас ЕГЭ. Немножко смещены по срокам. Об этом говорил министр посвящения Сергей Кравцов. Мы начинаем экзаменационную пару 8 июня. Закончится она в конце июня. Сегодня поступление в ВУЗ будет традиционным по результатам ЕГЭ, но на сегодняшний день решается еще подача документов, возможно ли будет очно. Но, скорее всего, это будет заочная подача документов. Когда возобновится ремонт дорог, строительство в жилом секторе и благоустройство Малаховского озера? Вопрос – когда сейчас самый распространенный. Из-за затянувшихся ограничений жителей стали волновать и самые житейские темы. Когда парикмахерские откроют, пишут «Я уже на ети похож». Юмор такой, понятно, но вопросов таких много. Служба быта, услуги бытовые пока ограничены до 11 мая. Все-таки я хочу убедительно попросить как предпринимательское сообщество, так и наших жителей, сейчас все-таки жестко выполнять все те требования, которые перед нами ставят. Тем быстрее мы выйдем из этого самоизоляции. Все зависит от нас. Жизнь и здоровье все-таки превыше. Жители округа опасаются, что на грядущих майских праздниках из-за шашлычников нагрянет новый рост заболеваемости. Чтобы будут усилены патрули, в любом случае режим самоизоляции соблюдается. Также рекомендовано будет всем торговым организациям, которые осуществляют продажу мангалов, каких-либо дров, либо еще разжигающих устройств, временно приостановить продажу данных товаров. Самая волнующая тема для люберчан – как получить медпомощь, когда все закрыто? Как продлить действующий спецпропуск и где купить карту «Стрелка», без которой сейчас не воспользоваться общественным транспортом? Увидеть полную версию дистанционной встречи главы можно на официальном сайте администрации округа. Анна Троян, Сергей Гвоздев и Валерия Абсалявов, телеканал ЛРТ. Наличие продуктов первой необходимости и мониторинг цен на продовольственные товары. В Люберцах регулярно проверяют торговые объекты, которые в условиях пандемии продолжают свою работу. К очередному рейду в крупном сетевом магазине присоединилась и наша съемочная группа. На примере гречневой крупы. В приложении у нас есть такая позиция. От 55 до 160 рублей – таков диапазон цен на пачку гречневой крупы в этом супермаркете. Информация с фотоотчетом о наличии стоимости товара в режиме реального времени отправляется в Министерство потребительского рынка Московской области. Всего мониторингу подлежит 8 позиций жизненно важных продуктов. Ежедневно мы проводим мониторинг товарных позиций, которые нам присылает Министерство сельского хозяйства и продовольствия. Самые основные позиции у нас – это гречневая крупа, рис, макаронные изделия высших сортов, твердых сортов пшеницы, куры. Если какой-то товар отсутствует на полках, происходит перераспределение продовольственных потоков. Как показывает практика, недостающие продукты поступают в магазин уже на следующий день. Больше месяца назад были провалы в крупах, особенно гречка и прочее, то сегодня этого нет, сегодня это все в наличии. И цены, как очень низкие я оцениваю, и до цен, которые, может быть, и высокие для обычного жителя, но здесь товары на любой вкус, самые разные, поэтому у нас каких-то, скажем, отсутствия каких-либо товаров просто нет. На сегодняшний день в Люберцах представлено 12 крупных сетевых компаний. На территории округа работает более 160 магазинов. В период самоизоляции во всех торговых объектах усилены меры безопасности. Продавцы и кассиры работают в масках и перчатках, а для соблюдения дистанции между покупателями на полу нанесена социальная разметка. Луиза Егезарян, Валерия Абсалямов, телеканал ЛРТ. Сфера потребительского рынка под ежедневным мониторингом. Сотрудники администрации, полиции и народной дружины округа проверяют, как владельцы малого и среднего бизнеса выполняют распоряжение губернатора о недопущении распространения коронавирусной инфекции. В очередной рейд отправилась и наша съемочная группа. Почему работает шиномонтаж? На этот вопрос сотрудникам полиции отвечают по-разному. Независимо от ответа, нарушающим распоряжение губернатора вручают уведомления от администрации округа. А это значит, что сюда еще раз приедет проверка и в следующий раз физлицо ждет штраф от 15 тысяч рублей, а юридическое – 200 тысяч. Шиномонтажи, автосервисы и мойки. На этот раз инспекция коснулась сферы, отвечающей за обслуживание автомобилей. Согласно постановлению губернатора, эти организации обязаны приостановить свою работу. Шиномонтажи, автосервисы, магазины автозапчастей, скажем так, в большей степени балуются, так мягко скажу, несублюдением данного режима. Каждый, конечно, читает документы так, как ему хочется. Чтобы минимизировать контакты людей, мы мониторим объекты на предметах закрытия. Я хочу подчеркнуть, что это вынужденная мера, это временная приостановка деятельности. Мониторинг показал, что большинство владельцев этого бизнеса приостановили свою работу. Они согласны с постановлением губернатора, не скрывали своего возмущения. Мы бы наехали здесь, 20-30 человек здесь стали. Рейды по выявлению предприятий-нарушителей проводят в Люберецком округе регулярно. Сотрудники администрации, полиции и народной дружины продолжат мониторинг организаций до особого распоряжения. Из-за пандемии коронавируса Люберецкий центр занятости изменил режим работы. Прием посетителей ограничен и возможен только по предварительной записи. Наша съемочная группа побывала в учреждении, чтобы узнать, как людям, оставшимся без работы, встать на учет и на какие выплаты они могут рассчитывать. Остаться без работы. С такой реальностью столкнулся житель-люберец Алексей Федоров. Несколько дней назад с ним расторгли трудовые отношения, и он, не теряя времени, обратился в центр занятости населения. Чтобы встать на учет, и в то же время у нас сейчас есть кредит, для кредитной каникулы нужна справка. Паспорт, СНИЛС, трудовая книжка, справка с последнего места работы и документ об образовании. Все, что необходимо для постановки на учет в качестве безработного. Зарегистрироваться можно и самостоятельно с помощью портала «Работа в России». Посетить центр занятости сейчас можно только по предварительной записи. Каждый день у нас сейчас примерно около 300 человек посещает центр занятости. Из них половина – это записавшиеся, а вторая половина – это лица, которые повторно обращаются, отмечаются в центре занятости. С 1 апреля по июнь месяц пособия по безработице составляют 12 130 рублей. Родителям несовершеннолетних детей, оставшихся без работы в период пандемии, полагается еще по 3000 на каждого ребенка. Кроме того, предложения по трудоустройству поступают сразу, как только человек встает на учет. Я зарегистрировался, как бы на бирже встал, вот теперь мне дали памятку и вот небольшой, правда, перечень в связи с вирусом работы. Вот ознакомлюсь. Я надеюсь, что скоро на ее работу и все наладится. Кроме Люберец, этот центр занятости обслуживает котельники Держинский и Латкарина. Право обратиться в учреждения имеют только жители с постоянной регистрацией в этих округах. Записаться на прием можно, позвонив на номер горячей линии, который вы видите на своих экранах. Луиза Игазарян, Валерий Абсалямов, телеканал ЛРТ. Никто не забыт и ничто не забыто. Спустя 75 лет выяснилась судьба еще одного героя, который сложил голову на полях сражений Великой Отечественной войны. Ивана Петровича Еремеева долгие годы считали пропавшим без вести. Его правнучка, жительница Люберец, нашла следы своего родственника фронтовика и поделилась с нами своей историей. Вот эта фотография сделана для акции «Бессмертный полк» с вот такой вот фотографией. К сожалению, поэтому качество не очень, но маленькая фотография очень ценна для нашей семьи. Если я останусь жив, я пришлю еще одно фото. Это была последняя весточка от Ивана Еремеева. Накануне нового 43-го года он отправил с фронта маленькую фотографию. Запись на оборотной стороне оказалась пророческой. Спустя почти год после этого послания солдат погиб в госпитале под Брянском. Но об этом семья героя не знала до сих пор. Ивана Петровича больше не считают пропавшим без вести благодаря его правнучке. Юлия Карева добралась до истины с помощью поисковых отрядов. 11-я армия воевала и в направлении Смоленска, и в направлении Брянска. Вот эти два города и были отправной точкой, где я искала. Братская могила, где похоронен прадед Юлия, оказалась в Брянске. Все эти годы поиски героя не заканчивались успехом из-за ошибки в его фамилии. Трудности были из-за того, что на протяжении этих лет менялось название населенных пунктов, где воевал Иван Петрович. Мой дед, его сын, его искал. Писал запросы через военкомат, ну где возможно. Всю жизнь он свою положил на то, чтобы найти. Но, к сожалению, безуспешно. Когда дедушка уже умирал, я ему обещала, что я дело продолжу и что обязательно найду. И нашла. Я ездила на братскую могилу, мы возложили цветы. Я очень счастлива. Теперь эта фотография – главная семейная реликвия. Каждый год 9 мая ее можно увидеть в колонии бессмертного полка. На этот раз акция пройдет в непривычном формате, но для Юлии это не повод не принять в ней участие. Даже в формате онлайн наша семья обязательно примет участие, потому что это очень важный день в истории нашей страны. И мы должны просто почтить память наших предков. На этом выпуск завершен. Еще больше подробностей на нашем сайте и в сообществах соцсетей нашего телеканала. Оставайтесь дома и будьте здоровы! Редактор субтитров А.Семкин